Всем здарова народ, с вами Варчик. В этом видео расскажу вам тактики и позиции на карте Крафтверк. Итак, давайте разбираться. Начнем с левого направления. Если мы играем на каких-нибудь ПТС башни или СТшках, можно поехать на правый фланг и здесь довольно таки хорошо покимперить, посветить и в принципе принести кучу пользы. Здесь все хорошо светится и простреливается. Если мы играем на какой-нибудь ПТшке, едем сюда в кусты и тоже везде кимперим, везде все простреливаем. Если же мы играем на каком-нибудь толстопузике, едем на левый фланг и здесь играем от камней. Если мы играем на тяжелом толстом танке, держим это направление, аккуратненько там сдерживаем, либо поддавливаем. Если мы играем на ЛТшках, мы можем в начале боя залететь кучей ЛТшек на захват, встать под стены и никто захват не собьет. Изи победим. Основное время в этом квадрате я провел с правого фланга, в принципе, что вы и видите на экранах. После того, как мы победили в этом квадрате, в следующем есть хорошие позиции в недостроенном доме с правого фланга. Потом можно через камешки поддавить и в принципе дальше уже, если кучу врагов убили, можно и захватить базу. С левого фланга главное проехать открытый участок до камней. Это нужно делать, когда враги чем-то там отключены, либо мертвые. После того, как мы доехали до камней, там уже от башни можно все забирать. В принципе, все легко и просто. Играем в фланги, не ездим по центру, по открытому полю. И все будет хорошо. Ну а потом, когда уже остается дело за малым, убить только пушки, то тут с левого фланга есть хорошие кусты с бугорками, где можно от башни поиграть. И после того, как постреляли по врагам, можно поддавить дальше камням и там поиграть от башни. В принципе, с этим направлением все легко и понятно. Переходим к центральному и правому направлению. Они у меня играются одинаково, потому что я еду в этот вот бантик. И с него играю все направления одновременно. С него можно стрелять как с самого начала, так и проехать в следующую канавку и пострелять чуть подальше. В принципе, все легко. Если мы на тяжах играем центр, то тут слева можно пободаться, либо в бойницах занять какие-нибудь позиции. Но эти позиции уже ситуативные. Я же играю этот бантик и все. После того, как мы продавили центральное направление, есть хороший балкончик, где можно все прикрывать с левого фланга и все замечательно стрелять. Также есть замечательная позиция с правого фланга, с которой можно стрелять тоже везде и даже в соседний квадрат. Но его будет занять сложнее, потому что на подъезде на горку будут по вам стрелять. Если мы правый квадрат продавили, тут есть хорошие позиции слева, где можно поиграть от башни. И хорошая позиция с правого фланга в начале, где можно тоже поиграть от башни. Аккуратненько выдавливаем врагов и потом просто едем захватывать базу. После того, как мы все это продавили, справа здесь тоже есть хорошее место, чтобы пострелять от башенки. Главное не ездить по открытым полям и там дальше в конце уже по ситуации смотрим где там врагов больше-меньше и едем убивать пушки. В принципе карта очень хорошая по тактике, очень много укрытий, играть ее хорошо, приятно. Главное хорошо и быстро ориентироваться по карте, по местности и будет играться эта карта очень легко. Что касаемо защиты, если мы находимся в защите, опять же начинаем с левого направления, то здесь опять же фланг для тяжелых танков опять под камнем. Там можно иногда и на СТшках постоять под камнем, пострелять в базу. И можно иногда поддавить чуть дальше и пострелять тоже в сторону базы, либо поперестреливаться вперед, если ваш танк бронирован. Также здесь есть хорошая бойница сзади, в которую можно заехать через дорожку, которая тут нарисована, прямо на карте видно, и с нее тоже очень хорошо стрелять и вперед по стоящим в кустах чувакам, и по базе можно подсвечивать и стрелять. Есть посередине бойницы, которые там состоят из окон, которые в недостроенном доме. В них очень тяжело выжить и там нужно на бронированном танке, наверное, кататься, потому что СТшки убиваются там крайне легко, по крайней мере я их там убивал просто жменьями. Поэтому если вы будете против меня играть в этих центральных окнах, то это будет печально. На самом деле здесь не хватает какой-то хорошей позиции с правого фланга на этом направлении в защите. Там просто пустота и ничего нет. Если мы этот квадрат потеряли, то база хорошо сбивается еще с этой позиции в следующем квадрате. Но там нужно играть уже по ситуации, смотря где там что враги находятся. Но я чаще всего в одном и том же месте всегда сбивал базу. Ну а когда мы защищаем на этом направлении пушки, то есть хорошие позиции поиграть от башни здесь, в бункере таком двухэтажном и в углу карты. Если врагов сильно много, можно с угла карты довольно-таки неплохо пострелять по тем, кто давит бугорки. В центральном направлении и правом все так же я еду на бантик и на вот этот вот холмик, для того чтобы сбивать базы сразу одновременно с двух направлений. Если я с правого направления сбиваю базы, то я играю от этого холмика. Если с левого направления, то от этого холмика. Но нужно проехать дальше, чтобы целиком сбивать базу, потому что прострел есть только с дальней части этого бантика. Вначале нету прострела на захват базы. Поэтому если есть возможность, лучше проехать дальше, если враги не напрягают. Так же если у нас крепкая башня, на правом направлении можно поиграть мост, возле которого поиграть от этой самой крепкой нашей башни. И пострелять по захвату и по тем, кто будет стоять сзади. Вы заметили, что на всех картах я играю фланги. Я никогда не играю по центру, потому что там очень мало куда я могу стрелять. И очень много откуда могут стрелять по мне. Вот такие пироги. Если центр продавили, то я могу иногда защищать базу отсюда. Если правый фланг продавили, то я либо играю в холмики от башни, либо стою возле замка под стеной и от башни сбиваю базу. В принципе все. Здесь нам пригодятся и башены, танки, и СТшки, и ПТшки. На всем попало. Ну и когда мы уже защищаем пушки, здесь скорее всего я защищаю пушки, находясь возле бункеров, на холме, играя от башни. Вот в принципе и все. Вот такие у меня тактики на этой карте. Карта мне очень сильно понравилась. Особенно этот бантик. Я просто отыграл на нем практически все время на этой карте. Я еду и в атаке туда, и в защите. Я всегда еду туда. Мне там очень сильно нравится. Там очень интересно играть. И можно стрелять сразу в две базы. Главное вовремя смотреть на карту, переезжать, и все будет офигенно. Карта вообще пушка. Прям очень сильно мне понравилась. Это наверное единственная карта, за которую можно сказать спасибо картоделам. Она просто офигенная. Самое главное быстро ориентироваться в бою, что происходит. Где больше врагов, где меньше. Пользоваться множеством всяких укрытий. Здесь очень тяжело выделить какую-то прям единственную офигенную позицию, на которую ты приедешь и всегда будешь нагибать. Здесь нужно двигаться и использовать кучу всяких вот таких укрытий. Но основные, которые я использую всегда, в основном, я вам показал. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.